Привет всем! Сегодня решил затронуть вопрос о том, какое же масло лить в Toyota. 0W20, 5W30, 5W20. Часто люди ориентируются на заливную горловину. На заливной горловине часто указана вязкость масла, там 0W20, 5W30. Люди часто ориентируются только на эти показатели, считая, что это самый главный показатель. То, что написано на крышке, то вот надо и лить. На самом деле у Toyota есть специальная документация, где указано, какое масло надо заливать. Это сервис DataSheet, простите за мой английский. Она бывает на русском языке, бывает на английском. И там точно указаны допуски, указаны объемы масла и указана, конечно же, вязкость, которая допускается лить в этот мотор. Сейчас я покажу, как она выглядит и как ей пользоваться. Смотрите, на рабочем столе я уже подготовил некоторые модели, на примере которых хочу показать вам, как это работает. Вот начнем с Lexus LS460. Вот у нас Lexus LS460. Вот у нас SDS, это сервис DataSheet. Простите за мой английский. Lexus LS460 L или же обычный LS. Вот у нас код модели, дата производства. Дальше тут куча всяких параметров по этому автомобилю, но мы обратим внимание только на двигатели. Смотрим. Вот у нас двигатель. Получается, что один URFE и один URFSE. У нас тут написаны объемы заливки с фильтром и без фильтра. И дальше внизу написаны допуски. То есть нам подходит универсальное моторное масло по API-сорт SL-SM. И вот они. И вот она вязкость. 0V20, 5V20, 5V30, 10V30, 15V40, 20V50. Эти все масла по технической документации подходят для использования. Поэтому не обязательно ориентируйся только на маслозаливную крышку. Вот она. Вот она документация, в которой написано, какое масло надо лить. Давайте посмотрим другую модель. Возьмем допустим Land Cruiser 150. Вот у нас опять SDS, Land Cruiser, Land Cruiser Prado. Код модели TRG 150. 155 GRG 150. Год 2013. Сейчас уберу эту штуку. Вот у нас Land Cruiser. Смотрим. Опускаемся вниз. Вот у нас два мотора. Два TRFE, один GRFE. Объемы. И вот масла, которые сюда подходят. Вот они у нас. У нас есть... У нас по API есть у нас SL, Energy Conversation. SM, Energy Conversation. И SN, Resource Conversation. Или универсальное масло всесезонное от Илсак. Вот. И смотрите, какая у нас вязкость. 0V20, 5V20, 5V30, 10V30, 15V40. Это те масла, которые идут вот для этого автомобиля. Дальше опускаемся. Вот у нас дизельный вариант. У нас тоже вот Toyota Land Cruiser Prado. Дизель здесь вот так вот указан обычно. Смотрим, что нам рекомендовано на дизельный автомобиль. Вот у нас два мотора. Один KDF-TV и 5LE. Вот. Для моделей без PDF масло 5V30. Дальше. Смотрите, здесь у нас указаны допуски. Потом B1. Также, то есть по API, CE или DE. Вот у нас указаны вязкости сбоку. Для моделей с фильтром DPF сажевым 0V30 или 5V30 используется масло C2. Вот. Для этого мотора, для мотора 5LE, 10V30 по API. Вот. Все понятно. Четко понятно, какое масло можно использовать. Смотрим сносочки. Вот здесь у нас сноска 4. Написано 0V30. Наилучшее масло с точки зрения экономии топлива для облегчения запуска двигателя в холодную погоду. Дальше. Что еще посмотрим? Интересно. Вот интересно Avensis. Avensis у нас дизельный. Toyota Avensis ADT270. Вот модельный. Код модели у нас ADT270. Смотрим, какое тут масло идет. Вот. Два мотора. Это у нас ADF-TV, 2 ADF-TV, 2 ADF-HV. Здесь у нас, это у нас моторы. Тут получается с 0V20. О, ну, смотрите, здесь у нас 0V30, 5V30, допуск C2. Здесь у нас это с катализатором, здесь с сажевым фильтром. Тоже смотрим допуски. Все расписано. То есть 5V30, 10V30. Все в зависимости от того, какая у вас комплектация, какая у вас модель. Четко прописаны масла. Интересный BMW, еще интересный BMW мотор и 2WW. Опускаемся вниз, смотрим. Вот у нас 1WW, 2WW. И здесь мы смотрим, что Toyota рекомендует заливать масло 5V30, премиум фулл экономик для моторов 1WW и 2WW. То есть есть специальные масла, на которых прямо на банках написано вот этот допуск. Ну, для этих целей используют обычно BMW-шные масла. Можно посмотреть, какие допуски. То есть Long Life 4 я обычно заливаю. То есть, в принципе, здесь можно аналог BMW-шного масла заливать, если посмотреть по тому мотору, который там используется. Дальше смотрим, что еще такого хорошего тут есть у нас. Допустим, вот есть у нас NX300. С турбированным мотором мы сейчас поищем. Вот у нас NX. Это уже немножко другая. Такого же типа документация, только в другом формате. Смотрите. Вот у нас. Это что у нас, какие моторы. Вот у нас 3ZR-FE мотор и 8AR-FTS. Это у нас турбовый мотор 8AR-FTS. И что мы смотрим? Используется фирменное моторное масло 0V20 от компании Toyota для уменьшенных бензиновых двигателей с турбонадумом или всесезонное моторное масло сорт SL, SM, SN. То есть, смотрите, для мотора, для турбового мотора подходит именно масло 0V20. Для мотора 3ZR-FE у нас тоже допуски указаны. И здесь вот написано, какая вязкость идет. 0V20, 5V30, 10V30. Вот. Давайте еще посмотрим, что у нас еще есть. Допустим, 50-й Prius. Смотрим 50-й Prius. Где у нас масло? Вот оно. То есть, 50-й Prius подходит масло SL, SM, SN, 0V20, 5V20, 10V30, 5V30. Смотрите, что еще посмотрим. Допустим, RAV4 гибрид. Смотрим RAV4 гибрид. Это какой у нас 20-й, 21-й год. Какое же идет сюда масло? Масло идет 0V16 по API SN или же SN+. Также 0V20. Опять же SL, SM, SN, SN+, 0V20, 5V30. То есть, в принципе, практически любое масло подходит. Давайте еще посмотрим, что мы посмотрим. Ну, допустим, посмотрим LC300. Что же они сейчас нам предлагают залить в LC300? А в LC300... В LC300 нам предлагают залить... Сейчас, секундочку. Вот. Это 8. У нас турбовый мотор V35A, FTS, 0V20, 5V20, 5V30, SL, SM. То есть, ну, короче, все подряд. То есть, в принципе, тут есть варианты только на дизельные машины. Вот мы сейчас посмотрим дизеляку. Дизеляку посмотрим. Вот у нас дизельный мотор F33A, FT, V. Для модели с сажевым фильтром 0,20, масло C5. И C2, если 5V30, масло. Для модели без ДП, в принципе, все как обычно. Также есть на английском языке такие же документы. Вот мы смотрим, там то же самое. То есть, можно посмотреть. Вот у нас схематично обозначен мотор, вот двигатели, которые используются. Здесь у нас вязкость, и здесь масла, которые использовать можно. То есть, вот эти масла, это то, что рекомендовано заводам. Поэтому не надо фантазировать по поводу крышки маслозаливной, что там вся информация есть. Вот есть специальная документация, по которой можно ориентироваться. Я обычно заливаю масло SL, я обычно вообще никогда не заливаю. В основном SN. Сейчас уже появились классификации SP. Я лью там, ну, если в некоторых случаях SP заливаю. Вот такие допуски предлагает Toyota. Из этих допусков я стараюсь выбирать самый высокий допуск, допустим, SN. Сейчас уже SP есть. И заливаю масло в основном 5W30. Но, тем не менее, официально допускаются и другие масла. В принципе, самый важный показатель для нас, как для пользователей, это ест масло и не ест. Когда машина новая, в принципе, заливай туда более-менее хорошее масло, вот с этими допусками, которые указаны, и все будет хорошо. Когда машина становится постарше, уже возникают какие-то вопросы. Начинается жор масла. И тогда, конечно же, лучше заливать то масло, которое наименьше ест. Поэтому есть смысл поэкспериментировать с маслами. Залить такое, залить такое. Ну, конечно, экспериментировать лучше с хорошими, качественными маслами. Потому что не всегда одно и то же масло работает одинаково на разных моторах Toyota. Поэтому здесь я обычно там какую-нибудь Эдемицу. Там вот я Петронос долго заливал. Мне понравилось. Ну, оригинал тоже заливал. То есть довольно хорошо держится. В принципе, насколько я знаю по моему опыту, оригинальное масло, оно премиум фуэл экономии. У людей снижался расход. Вот мы заливали 5В30, ПФЕ. И, в принципе, человек так заливал. Там, допустим, он 4 литра подливал масло на своем ЛС. А так стал подливать, там, не знаю, 3 литра. То есть на литр у него уменьшился расход. Поэтому надо смотреть, смотреть то, что подходит вам. И, тем не менее, быть в рамках допусков, которые рекомендует завод-изготовитель. Пока. Подписывайтесь на канал. Буду дальше радовать вам своими видосами.